Возможно, сейчас мы увидим некоторые страдания от Гоги. Руки, 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 пальцы. Чувствую, не вывезу. Че, Лех, погнали. Ребят, меня жизнь к этому не готовила, но надо попробовать. Я думаю, многие догадались, что сзади происходит. Каменоломня, камни, мрамор, я не знаю, движ, суета. Сегодня будет серия, направленная на подъем по вот этим гранитным или каким-то камням. Немножко очкую, я сейчас просто даже не представился, потому что у меня такой небольшой страх. Мне вот сказали, пацан, не стесняйся, не бойся, короче, сейчас будет красиво, брутально, будем подниматься. Я не один со мной, знаете кто? Конечно же, Вадим Тимонов, он там переодевается, весь такой, сейчас красиво выйдет. Меня вот успокаивают, с ним еще его женщин. Сегодня сотворю интересные какие-то темы, ощутю, ощутю, как это по живым скалам лазить. Не по вот скалодромным, вот этим вашим искусственным, да, Вадим? Да, да. Не вот эти, знаешь, там, как его, комнатным, короче, по помещениям, а вот прям по натуральному материалу. У нас сегодня, наконец-таки, будет такое скалолазное, естественное среди обитания скалолазов. Гога не раз уже пробовал себя на скалодромах. На его скалодром у нас такой, как фитнес-зал, где ты тренируешься, готовишься, а потом приезжаешь вот на настоящие, на настоящие скалы. И здесь уже проверяешь себя. Да, давай-ка на настоящие скалы. Кстати, мы эту идею вынашивали, наверное, сколько? Год, наверное, с тобой. Может, больше даже, да. Да, мы часто, ну, он мне часто предлагал, типа, давай на натурпродукт, короче, переходить. Да, и не путайте с альпинизмом. Скалолазный альпинизм, это разные вещи. Скалы, это у нас вот такие вот гранитные куски метров, там, по 20-30, где мы просто летим. Это у нас тут не должно быть гор, эверестов и всего подобного. А мы будем как в Крутых Боевиках? Я буду висеть на одной руке, я буду тебя держать, ты будешь имитировать, что ты падаешь. На столу, мы же делаем. Мы можем это сделать. Давай, милую руку, тянись. Держись. Держись. Блин, вот что миссия невыполнима, там Том Круз, по-моему, тоже там лазал, прыгал, тоже так. Там не все, не все правда, я бы сказал. Том Круз, он там вообще как в китайских фильмах, знаешь, по деревьям, там, вот они бегают, летают, это уже перебор. А, ну это Том Круз, он может себе позволить. Подожди, братан, тут немножко надо акцент на это делать. У Сталлоне все было более-менее правдиво, ну помимо того, что он лазал без страховки где-то высоко, и он такой не самый сухой чувак, и он там висел на одной руке, отдыхал, там, покурил, чаю попил и там дальше полез. Представляю, он такой висит, ой, я же без страховки, ну еще в сердце, и дальше висит, короче. Да, тут так обычно, да, будем как сказать, на Гребне Волны, по-моему, где они тоже там на Анхиле лазали в Венесуэле, но там в плане лазания очень все похоже, потому что они брали скалолазов, чтобы сниматься, но там тоже было странно, что они залезают там на 800 метров оттуда, потом прыгают в воду там, всплыли и поплыли дальше. Короче, вы так не умеете, да, делать? Ну, ну один раз. Мы всплывать не умеем, а спрыгнуть-то можно. А регалии есть у вас какие-то вообще? Ну, российские соревнования выигрывал, чемпионат Европы, третье место я был, выиграл военные олимпийские игры, СИЗМ. Мастер-спорт международный. А, мастер-спорт международный. Международный. Ну, это уже серьезно учить. В общем, там, да, достаточно. Мировой уровень, там, ничего, чего-то, ну, ты такой известный, типа. Да, ну, я профессионально занимаюсь скалолазанием, и на соревнованиях участвую, и на естественном рельефе тоже есть некоторые заслуги, такого, мирового уровня, я бы сказал, чтобы сильно не выебывал. Ребят, пока сейчас разогреваемся, тут рассматриваем, я Вадиму хочу подарить, во-первых, он тоже тусовщик Триал Хэта. У нас новая линейка Триал Хэд Атлетик, чисто спорт, пауэр. Лёх, стой на месте, комар, подожди, подожди, он у тебя высосал кровь, подожди, стой, стой. На, сука. На, сука. Ух ты. Замажь это чёрным, чтобы Ютуб не забанил, а вот твоя кровь у меня на моих руках. У нас, помните, Триал Хэта Атлетик, новая линейка, во-первых, первая. Это футболки спорт, это раз, лови. Тоже Триал Хэта Атлетик, спорт, пауэр, атлетизм, везде, короче, ссылки будут внизу, залетаете, лови. Это всё эльф. Я тогда могу сейчас сразу и какой-нибудь надеть. Я надеюсь, что будет всё нормально, потому что Гога, мне кажется, сильно бздит, но я уверена, что такие эмоции испытывает абсолютно любой человек, который приходит на скалодром. И особенно, который пробовал сейчас вот лазание с верёвкой на трудность, это обычно всех очень сильно пугает, потому что в мире очень много предрассудков по этому поводу. Но я уверена, что мы их сегодня все разрушим и вам покажем, что это не так уж и опасно и страшно, а на самом деле очень даже кайфово. А ты опытный скалолаз? Точно тебе можно, чтобы я Гогу тебе доверил? Ну, я думаю, можешь мне довериться. Сколько лет ты уже в этой теме? Тринадцать. Больше. Ну, что-то, мне кажется, можно и доверять. А, точно. Вы не подумайте ничего, это от комаров. Это можно доверять, ты представляешь, у него хват... Да, да, у него хват похлеще, чем у тебя будет. И у меня. Так-то, здрасте. А что, ты тут музыку, надеюсь, не вставишь? Еще раз. О, началось. Это вам мужские движения. План загнать Гогу на самый верх. Для начала мы выберем не самый сложный маршрут здесь, чтобы он размялся и почувствовал, доверился верёвке, скале и понял вообще, за что тут браться. Потому что в зале там все цветное, все понятно, там, лезь по красным, лезь по желтым, здесь лезь по серому. Но не так очевидно. Проверю верёвку, заодно покажу, как это выглядит оттуда, а потом запустим Гогу. Рыбные движения вот эти сейчас начнутся, короче. Ну, ему можно, ему можно. Все маршруты у нас здесь подготовленные. Тут есть такие вот железные крючочки, которые я буду запихивать. А, можно вопрос? Да. Вот эта оттяжка, она сколько выдерживает, к примеру? Ну, блин, 10 тебя и в рывке еще. Получается, все эти штуки ты сейчас уже будешь куда-то цеплять. То есть, это, в сути, не тру, типа, вот как в фильмах показывают, там, они забивают. Ну, это в фильмах не тру. То есть, в реале, у нас мы лезем по уже подготовленным маршрутам. Перед нами скала, есть всякие трещины, есть всякие отколы камушков, за которые мы будем браться на пути на самый верх. Слушай, я так, по-моему, за паутинки можно хвататься, тут я не знаю, там, вот, видишь, кусочек мха, короче, вот на нем висеть, да? Да, 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 вот, смотри, кустики. О, блин, ну, как все нормально. За него двумя руками, если что, берись. Так, что, чувствуешь, да, тапочки не дают нормального, да? Контроль бешеный в этих тапках. Так, вот, получается, сейчас пока что я без страховки, можно сказать. Я вщелкиваю сюда вот оттяжку, в нее вщелкиваю веревку. Ну, и если я срываюсь, то я уже повисаю на ней. И чем выше я лезу, тем больше их будет. То есть, даже если одна вдруг, там, хоть это и нереально тебя не выдержит, то всегда есть еще одна. И потом еще одна, еще одна. То есть, их будет, там, штук 10 на маршрут. Ну, а потом буду стоять я вот так вот с руками и ловить моего пирожочка. Тебе не поможет биться, мне давно сотриться. Но я хуярю так, как будто только что родился я не... Я прям, ну, такой, сейчас, весь мой энтузиазм такой наш, типа, Эхей, пока! Лех, ну это, блин, ты сейчас сам видишь вживую. Если смотреть, ну, там, по телеку, по ютубу, ну, немножко другое. А когда вживую, то такой, типа... Тут примерно высота, вот, с пятиэтажный дом. Да. И причем, это такая, видишь, вертикаль, которая прям, ну, как-то сказать, блядь, страшно. Мы же погнали, пока он залез. Да. А ключи же есть? Документы, вот, тоже машины. Еще вещи. Выбирай, по-анее, на пешком. Знаешь, в чем прикол? Вот мы сейчас отсюда снизу смотрим, это как бы одна высота. Оказываешься там, ты такой, X2 сразу такой, типа... Ну, сразу, говорю, смелость твоя улетучивается. Ну, прикольно попробовать, почему бы и нет. Ну, что, я забрался наверх. Вот в этих прекрасных рыбках. Они очень скользкие. И ноги в них проскальзывают. Поэтому мне было сложно. Но это добавило мне интереса. Итак, смотрите, вот, что ждет здесь Гогу. Оп. Вон, ребята, где-то там внизу. И вот, ему нужно будет пролезть весь вот этот маршрут. Эй, и что, дамы и господа, Гогесар Тупури о фильме Скалаласа. Все готово. Все, я бы сказал, идеально. Теперь дело за малым. Так, импровизейшн. Блин, какие пауки. Пошел вон! Блин, страшно. Хреновый. Вот здесь не понимаю. А вот тут как дальше? Не понимаю. Блядь. Все хорошо. И вот так вот ногами перебирай наверх, как Человек-паук. Давай. Она расширяется. Давай, мужик. Давай, 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 давай. Так. Тупури, ты уже не сможешь. Так, уходи полностью влево. Ухожу влево. Давай, 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 давай. Уходи влево над веревкой. Да все хорошо, давай. Все, ноги под веревкой. Отлично. Полежи наверх. Охренеть. Так. Я не понимаю, как здесь лезть. Вот ты видишь, где белые пятна. Тебе туда. По направлению веревки. Вот там, куда веревка идет, туда и лезь. Давай, 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 давай. Давай, давай. Блядь, не понимаю. Красавчик. Блядь. Над веревкой, под веревку не лезь. Ура, отец вниз. Это победа, чувак. Победа. Блядь. Ах. Охренеть. Боюсь, боюсь. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Очень много надо думать там. Сверху. Я так понял, это не самая агрессивная трасса. Ребята, вообще безумно люто. Потому что тебе еще надо обдумывать, куда что делать. Свои навыки физики применять в некоторых моментах. Тут уже, да, реально не как в скалодроме залезаешь, там все понятно, куда что браться. А здесь надо прям обдумывать. Это была разминочная, я бы сказал, трасса. И перейти на такой более серьезный уровень. Но он тоже не экстремальный, конечно, серьезный. И вполне, я думаю, в Гоге по силам. Если отключить страх, волнение, я думаю, будет вполне реально. Ну, я старался. Я когда наверху был, я такой понимал, меня страхует, все нормально, не очкуй. Пацаны рядом, прыгну на квадрокоптер, если что, он меня удержит. Да, и потом уже там на Иру буду, короче, приземляться. Ну, не, ну, пока так. Давай попробуем, что. Ну, было прикольно. Мы подготовили следующую трассу для Гоги. Эта сложность уже у нее, по-моему, 6С, такая, достаточно тяжелая. На новичковском, любительском уровне, это прям класс. Ну, и причем, что это на скалах, первый раз это будет непросто. Возможно, сейчас мы увидим некоторые страдания от Гоги, потому что тут трасса специфичная, тут ты удобно держишься руками, но очень маленькие, маленькие прям зацепки под ноги. Их тяжело использовать. Гоги слышал? Да, слышал уже, Малерий. Что думаешь? Я сейчас не хочу просто думать. Вот прям вот не хочу. Буду думать по ситуации, короче. Я плюс-минус посмотрю, как он, ну, что он делает, и попробую так же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Усталость рук. Руки, 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 пальцы. Падать начинаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пальцы устали. Пиздец. А я, походу, бля... Рам, вот пальцы. О, чувствую, не вылезу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сука, страшно, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Испугался, у меня голосок стал нежный сразу, юношеский. В целом, мне, в общем, страшно. Блин, ребят, вешу, закисаю, руки не вывозят. Сейчас попробуем еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня руки забились очень жестко. Предплечье, пальцы, ноги. Я расцарапан. У меня просто не сжимаются пальцы. Я не могу сжать нормально. Из-за этого я, ну, не цепляюсь. Я не знаю, куда левую ставить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая же сложная хурма сейчас была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Передаю с высоты приветики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой там? Слушай, воздух хорош, хорош. Все, спрыгиваю. Блин, была грязь, некачество. Но я как мог хитрил. Я немножко это прикипел. О, блин. О, о, о. О, о. О, о. Могу согнуть. Но мне это нравится. Смотрите, ощущения. Руки набухли. Да, ты надулся ведь. А ты еще спрашивал, почему я такая надутая. Самый прикол. Руки набухли, а сжать ничего не могу. Блин, как круто. Смотрите, мне проезжать. Да, да. Смотрите, капает, смотри. Там еще жарко. Я еще царапаюсь от скалы. Ну, прям неприятно, разодранно. Знаете, вот эти ожоги, которые поверхностные, самые неприятные. Да. Вот эти прям разодные. Но я сейчас доверился страховке и больше думал, как что поставить. И не парился из-за того, что, ну, типа, высота. В какой-то момент, мне кажется, ты просто устаешь уже настолько, что ты не можешь уже продолжать не доверять. И уже пришлось в какой-то момент довериться. И потом уже стало проще, что можешь думать о чем-то. Ох ты, не могу ничего поделать. Вот это ощущение. Вот это небесценно. Ой. Вадим, поухаживай, пожалуйста, за мной. Я сегодня в режиме нежного мороженого. Так. Ирка ничего не скажет, не переживай. Да нет, я уже проверю. Чисто братишки. Ну, чисто братишки. Так, руки самоответственного человека за Гогину жизнь. Ну, че, как он справился? Ну, нормально справился. Но были нюансы? Ну, чуть-чуть боялся, но ничего страшного. Ну, все в рамках допустимого. Все боятся, все боятся. Мы тоже боимся иногда. Просто в зависимости от сложности. То, что сложно нам, мы тоже очкуем. Так что здесь ничего удивительного не было. И он сражался вообще. На 9,9 он справился. Наработал он там и на 12 из 10-бальней шклея. Я, блядь, наработал нормально. У меня предплечья вообще не двигаются. Но зато буду говорить, смотрите, бля, какой я. Не, было страшно. Особенно вот здесь, где вот этот подъем непонятный. Я просто тупил, не знал, что как сделать. Подсказки слышал. И вот плюс-минус они очень сильно помогали. Но из-за того, что уже система не держит, ты уже на выживание работаешь. Вот у меня как раз так и было. Потом у меня пальцы ног затекли. Я их не чувствовал. Отвлекаюсь там. Царапаюсь. Крики, визги. Потею. Шмели какие-то там, не знаю, мне тыкают. Бабочка на предплечье села. Я такой, бля, красота. Надо подожрать, когда она улетит. Знаешь, как бы, ну в таком духе. Очень круто. Страшно, круто, тяжело. И нагрузка очень нетипичная. Ну, опять же, это новый для меня вид нагрузки. Потому что одно дело, ты качаешь узконаправлено предплечье. А тут просто ты там что-то за каждый миллиметр цепляешься. И тебе тяжко. Плюс еще все это сдирается. Магнезия сохнет на глазах. Ну и все. А так, блин, для разомбразия вообще топчик. Вообще топчик. Есть разница между там скалодромом зальным и вот натуральным. И все. И тело, по-моему, намного здесь больше. Я вообще прям прижимался чуть ли не. Сосался с этой скалой, короче, максимально. Потому что, знаете, как в фильмах прилипнуть? Я еще и потный. Еще намазан этим кремом, который этим от комаров. Я прям прилипал, чтобы выжить. Приходите, пробуйте. Потому что пока ты не попробуешь, ты никогда не узнаешь, подходит тебе это или нет. Ну, мы обитаем обычно на скалодроме Луч. Это на Крестовском острове. Санкт-Петербург. Все-таки больше внимания именно техническим элементам надо делать. То есть тут тяжело вывести реально там вот носили спины, рук. Недолго, мне кажется. Да, недолго. Потому что в зале Гога для трех-пяти раз на скалодроме лазает очень хорошо. А на скалах уже такого разрыва не чувствуется. То есть здесь понятно, что он может больше, чем новичок. Но в этом и есть прикол. Вот то, что вот Вадим говорит. Тут именно прокачивают технику. Очень хорошо. Технику скалолазную. Не забывайте накидывать гигациды там, комментировать под видосом. Ссылки обязательно смотрите. Я еще ребят прикреплю. Плюс еще ссылки на Триалхэд Атлетик. Потому что мы с ними запустили вот эту линейку. Триалхэд Атлетик. Спорт Пауэр. Дристинг. Качество науэврибади. Дэнс. Гран Туризмо. Это мой английский. Не забывайте. Так что, ребят. Я вас всех обнимаю. Поднимаю. Вы у меня лучшие подписчики. Потому что, когда подходят на улицу. Прям такие. Ну, боевые. Реально спортивно-боевая моя подписота. И... Да еще раз я кабеля поднял. Я уже не знаю, что говорю. Потому что я устал. Тайм-код на жопу-то делаю. А, тайм-код на жопу? Блин! Они будут. Ладно, все. Давайте. Мир всем. Продолжение следует.